Итак, начинается финальная часть создания страницы захвата. Это достаточно просто. Первое, что мы делаем, мы заходим в наш кабинет на хостинге. Вот здесь у меня запомнился уже адрес. Я нажимаю логин. Вы же вносите свой логин, пароль и заходите. Идете в сервисы. Еще раз в открывшейся вкладке сервисы. И нажимаете напротив конструктора сайтов слово подробнее. Итак, у нас с вами здесь есть две кнопки. In Hosting и In Building. Мы с вами создавали наш сайт. Вот доменное имя запуск 24. Стратегический центр. А сейчас нам надо с вами создать страницу. Страницу захвата. Это отдельный одностраничный сайт. Поэтому вы нажимаете In Hosting. Выбираете, если раньше мы дополнительные домены выбирали, то теперь субдомены. Выбираете, к какому домену будет привязан субдомен. Ну, в данном случае запуск 24.com. У вас свое доменное имя. И пишите имя субдомена. Я пишу имя MLM. У меня будет страничка MLM.ZAPUSK24.COM. Кликаю на сером поле. И у меня заполняется вот эта строка. Как видите, публик, нижнее подчеркивание HTML, наклонная черта MLM. Здесь надо дописать. Ставим точку. Запуск. 24.com. Таким образом мы прописали нашему конструктору путь. И домен MLM.ZAPUSK24.COM был создан. Нажимаем назад. Вот он у нас с вами создан. Именно это и будет адресом нашей страницы захват. На самом деле это все очень просто. Вы проделаете это легко. Идем обратно в наш конструктор. Нажимаем изменить имя. Вот видите, над кнопкой InBuilder есть разные вкладочки. Здесь у нас привязан пока конструктор. К запуск 24.com мы пишем изменить имя и пишем MLM.ZAPUSK24.COM. Ок. Итак, конструктор привязан к нашему субдомену. Давайте создавать его. InBuilder. Закрыть. У нас пока открылся тот сайт, который мы создавали с вами, когда делали стратегический центр. Мы нажимаем здесь еще и начать заново. Никогда не нажимайте удалить сайт, иначе вам придется потом его восстанавливать через службу поддержки. Просто начать заново. Да. И предлагается на выбор темы. Нам надо с вами выбрать прочее. Это базовый веб-сайт без каких-то тематик. Создать сайт, создать сайт. Вот, собственно, нам предлагается вот такой вот шаблон. Нам без разницы, какой будет шаблон, потому что мы будем сейчас с ним работать. Для начала идем в дизайн. Схема. Вернее, разметка. И делаем, чтобы наша страничка выглядела иначе. Не на весь экран, а посередине. Кликаем сверху. Кликаем на текст. И на нижний квантит. Ок. Итак, мы с вами уменьшили нашу страничку. Теперь опять идем в дизайн. В дизайн. И делаем ширину. Вместо 500 ставим 800. Чтобы можно было работать. Ок. Теперь важно удалить все лишние элементы. Начинаем. Логотип удаляем. Поиск удаляем. Главное удаляем. Картинки удаляем. Вот этот вот текстовый блок удаляем. Главное тоже удаляем. И остается вот такая страничка. Кстати, и гамма даже цветовая мне нравится. Но мы с вами поработаем над ней. Внизу я дописываю Вадим Комаров. Вы напишите свое имя. Чтобы все права защищены. Копировать нельзя. И так далее. Теперь я хотел бы с вами поработать над цветами. Для начала. Опять идем в дизайн. Цвета. И я хочу фон сайта сделать желтенький. Фон сайта. Идем в цвет. Сплошной цвет. И давайте поставим его желтоватый. Вот такой. Хорошо. Ну можно ярче сделать. Можно бледнее. Но я не хочу сильно. Бледный вот такой. Окей. Сделали. Окей. Что я еще хочу сделать. Я хочу сделать верхний и нижний колонтитул. Чтобы они были бесцветные. Опять иду. В цвета. В верхний колонтитул. Цвет. Прозрачный. Видите. Исчез как бы он. Окей. Нижний колонтитул. Иду в цвет. И опять делаю прозрачный. Да. Итак. У нас с вами готова страничка. Фактически. Давайте теперь просто вставим в нее наши элементы. Которые мы подготовили. Нажимаем на модули. И первое. Текст и графика. Тащим наверх. Ну. Вот скажем. На всех страницах. Поставим. Сюда добавляем изображение. Выбрать. Так. Великовато. Если вы помните. У нас было 800. Значит. Здесь давайте сделаем 750 размер. И проместим по центру. Окей. Отлично. И то же самое давайте сделаем вниз. Просто применим. Находим. И выбираем. И выбираем. Размер 750. Окей. Единственное что надо его по центру. Вот. Окей. Итак. Начало положено. Дорогие друзья. Теперь нам надо с вами разместить заголовок вверху и картинку бабушки. Для этого опять тащим блок текст и графика. Вот сюда вверх. Можете на этой только странице. Можете на всех страницах. Потому что для нас это все равно. У нас сайт одностраничный. Поставили. И еще раз. Сюда же. Рядом. Мы должны поместить опять этот же блок. Текст и график. У нас заголовок и картинка будут располагаться на одном ряду. Итак. Слева мы размещаем наше изображение. Сохраненное. Так. Вот. Выбираем его. Какой здесь сделаем размер. Чтобы у нас все было красиво. Давайте 480 поставим. Чуть больше половины. Окей. Не переживайте что его не видно. Потому что мы сейчас раздвинем здесь немножечко. И все у нас получится. Кстати. Чтобы было красиво. Видите. Цветовая гамма. Здесь белая. А здесь ну как бы цвет серый. Или какой-то другой. Идем опять в дизайн. Схема цветов. Схема цветов. И вот здесь вот мы с вами делаем цвет схемы. Вот находим тот же который у нас был. И делаем из него беленький. Видите. Идем. И делаем беленький. Окей. Он поменялся. Ну давайте все тогда и уже и сделаем сразу. Прямо здесь. Выбираем цвет фона. Делаем. Как мы с вами хотели. Можно сделать здесь. Можно сделать как я вам сначала показал. Можно здесь. Смотрите что сделать. Сохранить вот этот вот цвет. Копировать. И вот здесь вот его вставить. Так. Вот. И у нас стали опять бесцветные. Ну и на всякий случай давайте здесь тоже его поставим. Желтенький. Чтобы нигде у нас не вылез цвет другой. Окей. Итак. Вот заготовка нашей странички. Есть у нас вставленный заголовок. Теперь давайте вставим фотографию бабушки. Опять. Идем на рабочий стол. Б. Выбрать. Так. Ее надо сделать немножечко поменьше. Ну давайте 200 так сделаем. 210. И разместим посерединочке. Окей. Получается очень красиво. Следующий элемент. Это призыв к действию. Опять идем в модуле. Текст и графика. И размещаем ниже. Опять же нам не важно только на этой страничке. Или на всех у нас одностраничник. Изображение. И находим то самое изображение. Тот призыв к действию, который мы с вами сделали. Выбрать. Страница у нас 800. Значит здесь мы с вами делаем. Давайте 700. Окей. И еще в два раза по центру вернее надо выбрать. Окей. Дальше. Следующий элемент. Опять же текст и графика. Ниже. Ну давайте на всех страницах. Это не важно. И так как здесь рядом у нас будет располагаться форма подписки. Вот здесь обращаю ваше внимание. Идем в скрипт. То есть ищем вот здесь вот среди бегущих элементов слово скрипт. Цепляем его и ставим рядом с блоком текст и графика. Вот видите модуль нашего. Ну нашей формы будет. Начнем сначала с книги. Ищем книгу, которую мы опять с вами создали. Сегодня только что. Вот она. И выбираем. Книга по центру. Ну и я думаю надо ее сделать тоже побольше. Попробуем побольше. Если что мы всегда ее сможем уменьшить. Окей. Великовато. Потому что на скрипт нам тоже надо оставить место. Кликаем два раза. И делаем 350. Окей. Сохранить пропорции. Окей. И так вот. Сейчас уже хорошо. Теперь у вас есть код. В прошлом уроке вы делали код формы подписки. Давайте мы с вами тоже его. Сейчас я его найду. И мы сделаем код подписки на эту страницу. Ну для начала я открою у себя смарт-респондер. Это мой смарт-респондер. Кстати, хочу вам показать. Вот здесь вот уже есть 12 тысяч подписчиков. К этому вы тоже будете стремиться. И идем в формы. Генератор форм подписки. Новый. Здесь я выберу ну скажем вот MLM у меня есть. Хорошая рассылка. Ну и достаточно мне вот этого вот этой вот формы я не буду создавать. Получить HTML код. И скопировать в буфер обмена. То есть я его скопирую. Теперь я иду обратно в редактирование. И вставляю наш код. Все очень хорошо. Мне пишут код заработает после публикации. Ну давайте еще на всякий случай сделаем ему немножко больше места. Ну в крайнем случае потом подвинем. Что еще на этой странице? Внизу я считаю просто необходимым написать текст. Который покажет еще преимущество нашей в общем-то нашей страницы нашего метода похудения. Давайте поставим внизу сейчас секунду я уберу пока вот этот вот повыше текст и графика я иду вниз ставлю сюда и еще один ставлю рядом. Для чего я это сделал? Да для того чтобы потом можно было регулировать где будет располагаться наш текст. Давайте здесь я выберу маркированный список маркированный список и напишу наши преимущества. Какие у нас преимущества? первое худеем и больше не толстеем второе вот вопросительный знак первое что я хотел бы сделать во-первых разместить это вот так по центру вот для чего мы вставляли рядом теперь нам надо сделать другого другого размера побольше ну скажем 26 правда? это интереснее теперь можно сделать опять же цвет такой какой у нас в общем-то все на этом на этой странице давайте вот такой темный окей можно сделать жирный вот это уже подходит и размещаем по центру фактически мы с вами создали страницу создали страницу теперь можно ее еще немножечко усилить каким образом дизайн значит границы можно поставить границы например текст можно обвести границы видите можно верхний и нижний колонки то обвести границы и сделаем внешние границы ну к примеру вот такие окей что у нас произошло страническо сжалось но это не страшно дизайн разметка и увеличите немножечко здесь ширину чтобы все у вас попало на страницу и так вот ваша страничка что нужно сделать что нужно сделать опубликовать это последний шаг сегодняшнего урок ждем 97% все страничка по адресу mlm.zapus24.com опубликована и так вот ваша страница которую создали буквально за 20 минут своими руками этот ресурс будет генерировать вам огромное количество подписчиков которые превратятся в клиентов в партнеров о том как настроить рекламу как работать с подписчиками мы расскажем в следующих уроках до свидания до свидания